В конце октября стартовал всероссийский конкурс лучших проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений 2020. Его победители получат средства порядка 40 миллионов на реализацию своего проекта. От Чувашии в этот раз участвуют 5 населенных пунктов, в том числе Мариинский посад. Какую территорию города и как именно благоустроить решали его жители, наблюдала наша съемочная группа. Зеленый уютный городок на Волге. Таким Мариинский посад запоминается туристам. Старинные улочки и исторические здания по соседству с заброшенными парками и заросшими оврагами. Таков город для местных жителей. Именно они должны решить, какую территорию привести в порядок и что там разместить. Это одно из основных условий всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений. Для этого в Марпосаде провели так называемую проектную сессию. Наш семинар для того, чтобы ваши идеи, которые вы сейчас их озвучите, которые запишите на этих бумагах, на этих листах, они лягут в основу проекта. Первая задача – определиться с территорией. Овраг из которого заброшен, да. Из него практически можно сделать красивый такой парк отдыха. Улица Николаева, Ярославская. Вот там есть овраг и очень неблагоустроены много территорий. Это въезд в город. Это парк сделать, потому что там же оградившись. Аккуратно выровнять засадить, дверями, дорожки сделать. И будет красивейшее место. Мы хотим благоустроить Успенский парк. Как раз рядом с образовательными учреждениями. Вот здесь скучность населения большая. Мы выбрали молодой человек сейчас. Успенский парк, который находится рядом с зданием этого филиала университета. Вторая задача – решить, что на выбранной территории нужно изменить. Есть листикеры? И маркером пишите проблемы этой территории. Мы выберем набережную. Полно проблем. Это износ существующей набережной. Нет освещения хорошего. Недостаточное оно. Парковок нет. Абсолютно. К ЗАГСу не подъехать. Заключительная часть – предложение. Ну, например, у нас здесь есть историческое здание, где сейчас располагается ЗАГС. И молодожены, когда выходят из ЗАГСа, у них нет места, где бы они могли провести первую фотосессию. Еще есть такая традиция замечательная, когда вывешивают замочки молодожены. И делают это по заборчику, который отделяет набережную. Мы же предлагаем установить здесь древо любви, как есть во многих других городах. Устройство перехода. Мост государя горы. С набережной пиши. Результаты проектного семинара передадут специалистам, которые подготовят окончательный проект и рабочую документацию. В прошлом году город уже участвовал в конкурсе, однако получить грант не удалось. В этот раз постарались учесть все ошибки. В этот раз я все-таки рассчитываю, что при вашем содействии, при вашем участии город Мариинская посадка в конечном итоге станет победителем и получит вот эти долгожданные 40 миллионов рублей. Успешный опыт в республике есть. Так, в 2019 году победителем стал Ядрен. Реализовывать проект там начнут, как позволят, погодные условия. Ольга Пырочкина, Валерий Резюков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова